Мы сейчас ищем партнеров. Смотрю, тем более ранее интересовались франшизами. Вот хотел узнать для вас, это было бы интересно? С зависимостью, что предложите. Ну, сначала так вкратце расскажу компании. То есть, компании просто люди эксперты, это бизнес и маркетинга, то есть, это создание сайтов, это наше основное направление. Помимо этого, SEO-оптимизация сайтов, то есть, это всевозможное, ну, всестороннее увеличение, так скажем, привлечение клиентов. То есть, это лидогенерация, помимо этого, текстовая тоже информация, визуальная информация. У нас большой список, я также могу скинуть вам ссылку, там уже по поле ознакомитесь. Что хочу именно вам предложить? Смотрите, у нас есть два формата. Первый формат – это онлайн-формат, 350 тысяч рублей пушального взноса. Что туда входит? Маркетолог с командой из двух человек. То есть, мы сами подготовим для вас двух специалистов, которые будут работать непосредственно на вас удаленно. На каждого сотрудника также вас будут выделяться по 10 заявок минимум в месяц. То есть, у вас будет по 30 запросов в месяц. Это минимум только. Если брать в расчет, что один сотрудник в месяц может создать пять сайтов с ценой за сайт в размере 75 тысяч рублей, то получается, а еще если учитывать, что зарплата сотрудника составляет 30 процентов, то средняя чистая прибыль составляет в размере 300-400 тысяч рублей. Окупаемость три месяца сразу скажу. Также хочу предложить вам офис. Это паушальный взнос 690 тысяч рублей. В чем особенность? Мы нанимаем уже вам не двух сотрудников, а четырех сотрудников. Помимо этого, мы также помогаем с запросами, то есть, также присылаем. Помогаем также найти офис и подготовить список требующего оборудования. И также предлагаем рассматривать еще несколько вариантов услуг. То есть, там еще больше направлений. Сразу скажу, что вообще входит паушальный взнос. То есть, мы вас обучаем. У нас обучение состоит из пяти модулей. То есть, с нашей стороны полноценная поддержка. То есть, не просто вы купите франшизу и все, мы про вас забудем. Нет, нас точно такого не будет. У нас сам основатель будет вас продвигать. И помимо этого, будут созданы чаты уже непосредственно с партнерами и уже, естественно, с основателем вместе. Вообще, для вас какой формат был бы наиболее интересен? Я понял. Давайте все-таки поконкретнее. То есть, чем буду я заниматься? Созданием сайтов? Ну, смотрите. Ваши сотрудники будут создавать сайты, да. Так. Кому они сейчас нужны в наше время, эти сайты? Вообще всем. Потому что большая часть, извините, перебью, большая часть клиентов находится в интернете. Учитывая, что есть у каждого телефоны. Первое, где они ищут, если им что-то надо, это интернет. А учитывая, что, в принципе, поисковик достаточно популярный здесь сфера. Ну, не сфера, а способ поиска товара. То ключевые моменты, то есть, визуальные составляющие, как раз и помогают привлечь самого клиента. То есть, допустим, развлекательная сфера. В интернете, допустим, человек забил, например, там, ну, аттракционы какие-нибудь. Там у него предлагают, там, до 10-20 вариантов. А мы делаем так, чтобы клиент все-таки выбрал именно нас за счет привлечения визуального составляющего и увеличения шансов, в принципе, поймать человека на ключевых моментах при его поиске. И учитывая, что, в принципе, между компаниями идет внутренняя, ну, просто идет конкуренция. То есть, каждый пытается забрать, как можно больше клиентов. Тут и появляется потребность как раз уже непосредственно сайтов. Поэтому мы, эта сфера достаточно стабильная и не сильно зависит, в принципе, от экономики. Ну, если это вкратце. Понятно. А где вы будете брать вот этих клиентов, которые вы будете, там, мне их предоставлять? Смотрите, есть такое понятие, как фрилансеры, да? Это люди, которые делают эти сайты и тому подобное. Есть целые ресурсы, там, где можно найти этих фрилансеров. Они сделают любой сайт под любые задачи. Тем более, 75 тысяч для каких-то сайтов это сумасшедшая цена, а для каких-то сайтов это небольшая цена. Все зависит от того, какой сайт все-таки разрабатывается. Да, с вами соглашусь. Есть фрилансеры, ну, начну с фрилансеров. Опять же, да, они могут создать вам сайт, но они сделают одностраничный сайт, который будет стоить 10 тысяч рублей. То есть, он не привлекает клиента. Он просто как карточка, которую мы даем клиенту, и которую он просто забывает. А наша все-таки позиция – это подойти, то есть, мы хотим все-таки дать человеку то, что он хочет. То есть, подстроить под него сайт, сделать его наиболее привлекательным для клиента. То есть, это, в принципе, сейчас не каждый может. И зачастую у нас, в принципе, клиенты, они приходят к нам только после того, как обратятся с фрилансером и понимают, что уже нет смысла, ну, по сути, результата никакого нет, и уже они обращаются к нам. У нас, в принципе, такая политика, что у нас даже в договоре прописано, что мы гарантируем привлечение клиентов. Я понял. Как называется сайт вашей организации? ProStudioExpert. Я после разговора пришлю ссылку. Я сейчас параллельно заду, как Pro, дальше ProStudioExpert. ProStudioExpert. Это одним словом, да? ProStudio. Одним словом, эксперт отдельно. Ага, сейчас встаем. Так, ProStudio-Expert.ru. Этот, нет? Секундочку. Да, он. Такая, заходишь на сайт, большая красная кнопка YouTube, да? Да, все верно. Так, заказать проект. У нас услуги, контакты. Так, Иваново, да? В Иваново вы находитесь? Да. В Иваново. А звоните откуда вам? А вообще из Нижнего Новгорода. Ага. Я просто из отдела развития компании, поэтому немножко из другого региона звоню. Понятно. Так, вот она. Значит, мы предлагаем создание сайтов любой сложности от одностраничных сайтов и интернет-магазинов до официальных сайтов компании, личных сайтов с продвижением. Ну, понятно. То есть, понимаете, что одностраничный сайт и сайт для интернет-магазина – это абсолютно разные уровни. Ну, это само собой. То есть, я просто хотел вам дать общую информацию и уже посредственно по видеосвязи хотел вам все это уже более подробно рассказать. То есть, у нас, я говорю, мы стараемся не просто создавать сайты, а создавать сайты именно под клиента. То есть, по большей части фрилантера работают же по готовым моделям. То есть, они сделали и в дальнейшем просто используют. А мы стараемся все-таки быть более гибкими в этом. Ну, понятно. Шаблоны-то любой человек использует. Понятно. А где, какие сайты, которые вы сделали, можно глянуть? Так, секундочку. Заходите в «Услуги», «Создание сайтов». Так. И вот, не спускаетесь, там на несколько платформах сделаны, показаны сайты. То есть, на «Тилда», «Битрикс», «Вордпресс». То есть, там, где портфолио, да? Да-да-да, все верно. То есть, у нас, если зайти, допустим, «Битрикс», у нас мы делали для «Газпрома» сайт. Так, для «Газпрома», сейчас найдем. Интересно, что там для «Газпрома». Что-то для «Газпрома» не вижу. А вот, а вы выбрали отдел «Битрикс», чуть ниже портфолио, где все четыре варианта. Так, сейчас. Так, вот, портфолио. А, вижу, да, «Битрикс». Так, выбрал. И вниз немножко спуститесь, и там буквально третья строчка получается. Около «Опсуса» Ивановский дом «Интернет». Прямо с левой стороны от него. Так, «Газпром», «Межрегион», да, это? Да-да-да. Сейчас зайдем, посмотрим. Так, ну вот, вижу, вижу сайт. Это действующий сайт, или это просто как портфолио зашел? Действующий сайт. И сколько он стоит, этот сайт? Вы его, ну, за сколько сделали клиенту? Скажу честно, у меня, чтобы вам не соврать, у меня нет такой информации, то есть, я предполагаю, что это в районе 200 тысяч, потому что сайт анимированный, и, в принципе, текст и информация тоже, ну, то есть, он максимально проработанный. Это, в принципе, объективно нормальная цена, учитывая, что, если уж говорить о идеальных сайтах, то цена идеального сайта стоит от 800 до 1 миллиона. Это сумасшедшая цифра. Ну, это такие реалия. Я сравниваю с этими фрилансерами. Ну, вот я смотрю, ну, да, как бы такой в деловом стиле сайт сделан. Ну, показывает статус самой компании. То есть, цвета такие спокойные, серо-голубые. Что-то тут особенного я не вижу, скажем так. Ну, 200 тысяч, да, эти стоят? Ну, я, опять же, точно сказать не смогу. Все-таки я не специалист именно в создании сайтов. Я, по большей части, вот отдела развития. Понятно, да. И что от меня требуется, чтобы я что делал? Ну, смотрите, если говорить о форматах, там в онлайн-формате, это как-то, так скажем, стартовое начало такое мягкое. То есть, минимальное вложение, максимальный результат, чтобы выйти в дальнейшем уже на офис-формат. То есть, у вас будут менеджеры, которые будут отрабатывать запросы, которые мы пришлем. То есть, выявлять потребность. И в дальнейшем уже работать. То есть, у вас будут, допустим, направления в плане, допустим, развития. Как? Сейчас, секунду. Развития, допустим, продвижения сайта, продвижения карточек на маркетплейсах, лидогенерации, то есть, в таком духе. И также у вас будут отдельные специалисты, которые уже будут, они работают с нами. Но в связи с тем, что у нас большое количество запросов, мы сейчас часть этих запросов делегируем уже непосредственно партнерам, чтобы облегчать работу. И ваша задача, в принципе, этим процессом всем управлять, контролировать. То есть, ну, все как обычная франшиза. Все то же самое. Только немножко нестандартный подход к выполнению, то есть, к работникам. То есть, не просто у вас там все сотрудники, по каждому самому отделу отвечающие, а частично у вас там, частично у вас здесь. То есть, они работают в далёном формате. Вот люди, которые создают именно сайты. У нас, в принципе, партнеры работают и, в принципе, довольны результатом. Результатом. Понятно. Ответа на ваш вопрос. По Газпром, Межрегион. Алло. Да, да. Что-то сайт этот плохо работает, не знаю. Вот в какие-то вкладки пытался зайти. Так вот. Главный специалист отдела документа. Документирование, бизнес-анализа, учетных систем. Зачем, захожу и что-то всё шик-шик-шик, ничего не происходит. То есть, если это рабочий у них сайт, то что-то он не совсем работает. Смотрите, понял я суть. Понял, понял. И вы говорите, что будете клиентов поставлять, да? А что еще раз, Свет, немножко привелать? Клиентов будете поставлять. Да, точно. Учитывая, что это достаточно востребованная сфера, даже если зайти в Росстат поисковика, то в среднем, вот за июнь, я буквально сегодня смотрел, миллион восемьсот запросов было, чтобы купить сайт. Так, Илья вас зовут, да? Да, да, да. Илья, давайте вот я постараюсь коротко задать, вы постарайтесь ответить именно на вопрос. Смотрите, я так понимаю, вот этот бизнес по созданию сайтов, он, в принципе, может существовать без офиса, без ничего, то есть, условно говоря, дистанционно. Вы просто ищите клиентов, их там обрабатываете, делаете им продукцию, это всё, как бы, я немножечко не понимаю свою функцию здесь. Ваши работники, ваши клиенты, я что буду делать? Я программистом вроде как не собираюсь делаться. Ну, в любом случае, в каждом, ну, у вас будут отдельные сотрудники, то есть, мы же не всех, не всех же сможем. Хорошо, мои сотрудники чем будут заниматься? У вас будет маркетолог и два специалиста, то есть, они будут как раз отрабатывать запросы и, ну, опять же, всё зависит от какого формата вы больше отталкиваетесь. От любого формата, вот у меня есть два специалиста, по какому вопросу они специалисты? Что они будут отрабатывать? Специалисты, по большей части, это менеджеры, то есть, они отвечают за именно вот принятие запросов. То есть, какие-то будут приходить запросы, они должны эти запросы как-то обрабатывать? Я хочу понять суть, вот, допустим, вот, у меня есть специалисты, они должны делать какую-то работу, я должен сказать, вот, вы сегодня должны сделать такой-то объём работы. Какой, что они должны делать? Вот пришли они, условно говоря, в какой-то офис, да? Хотя, в принципе, офис не нужен, на дому сидят там, как-то обрабатывают какую-то информацию. Так или не так? Или нужен офис? Ну, нет, смотрите, офис, если он онлайн-формат, то, в принципе, он не нужен. Если офлайн-формат, то он будет нужен, потому что у вас уже будет более четырёх сотрудников, а их удалённо не всех сможете проконтролировать. Двух сотрудников ещё более-менее можно проконтролировать. А смысл платить аренду у офиса, вот это всё, это ж какой объём работы должен быть? Ну, у вас, в принципе, вы и выходите на такую выручку, оставляя 500 тысяч рублей. Хорошо, вот эти два, два, там, четыре, неважно, сколько угодно специалистов, менеджеров, да? Что они делают? Они принимают звонки от кого-то. В чём суть работы? Вот ваши работники делают сайты, вы сами ищите клиентов, правильно? Или мы ищем клиентов? Нет, мы находим клиентов, то есть, по большей части, они сами к нам приходят, и эти запросы уже отправляем вам. Запросы чего отправляете нам? Я немножко не понимаю. Вы нашли клиентов, ваши специалисты сделали сайты для этих клиентов, вы получили оплату, что вы нам направляете? Мы ещё ничего не получаем, то есть, просто запрос отправляется вам, ваши сотрудники его обрабатывают, отправляют непосредственно уже специалистам, которые отвечают за именно создание там или продвижение сайтов. Смотрите, под словом обрабатывает, что вы имеете в виду? Ну, то есть, выявляют потребность в плане, какой сайт им нужен, выявляют, что именно клиент хочет. А клиентов вы как находите? Что-то я немножко не понимаю. То есть, к вам клиенты просто по какой-то базе обращаются, а вы уже вот эти запросы сбрасываете вот этим менеджерам, которые уже ведут диалог с этими клиентами, и либо заинтересовывают их, либо не заинтересовывают. Так я понимаю? Ну, не совсем. Так вот, вы как-то можете по максимально просто объяснить? Ну, смотрите, к нам приходит запрос. Мы также используем лидогенерацию, вот эти вот все наши функции, которые у нас есть, мы их используем. Хорошо, а от кого приходит вам запрос? Ну, от любой компании, которой нужен сайт, или которой хочет исправить свой сайт. То есть, у них есть ваши контакты, они с вами связываются, правильно? Ну, они оставляют запрос, да. А, то есть, они, скажем так, заполняют какую-то форму, и эта форма к вам приходит, правильно? Да, она у вас как раз находится, но мы можем увидеть ее на сайте, в разделе «Контакты», если не ошибаюсь. И вы, вместо того, чтобы, условно говоря, им перезванивать по вот этой информации, которая вам пришла, вы просто перебрасываете, вот, допустим, моим менеджерам, которые должны уже с ними связаться и отработать, скажем так, вот эту заявку-потребность, правильно? Да, все верно. Ну, так я и понял. Все. Хорошо, то есть, у вас идет какой-то поток информации, там, вы собираете, там, не знаю, там, рекламные какие-то, может быть, страницы создаете, ну, короче, ищите потенциальных клиентов, это даже не клиенты, а потенциальные клиенты, которые не факт, что еще заключат договор, правильно? Ну, смотрите, у нас все в договоре в этом случае прописано. Даже если вы, в принципе, ну, вообще у нас, я точно сказать не смогу, потому что я сам в этом процессе не участвовал, но у нас прописано в договоре, то, что именно запросы к вам будут приходить, не заявки там, то есть клиент приходит с конкретной потребностью, ну, как сказать конкретной, он пишет, но оставляет запрос именно на создание сайта, и уже непосредственно вам и отправляется этот запрос. То есть не будет такого, что там просто левый контакт скинули и все? Не, ну, предположим, да, человек там или фирма конкретно заинтересована в создании сайта. Все, мы эту информацию получаем, менеджер начинает созваниваться, там, как-то связываться и говорить, что вот вы к нам обратились, заинтересовались созданием сайта, мы там то-то, то-то можем вам предложить по такой-то, такой-то цене, хотя это тоже под таким вопросом, опять же, ценный разброс может быть самый разный, то есть тут очень долгую беседу можно вести с этим потенциальным клиентом, потому что менеджер вряд ли является специалистом по созданию сайтов, и он не знает, сколько туда труда нужно вложить, там, программистов, дизайнеров и тому подобное, и как это оценить, либо у него какие-то шаблоны будут. Кто будет оценивать стоимость вот этой работы, которую хочет заказать потенциальный клиент? Так мы этих, это мы работников и научим как раз, я же говорил, у них будет месяц обучения по этому поводу. Ага, то есть вот эти менеджеры, которые будут сидеть, условно говоря, на телефоне, вы их обучите, правильно? Да. Вы им будете сбрасывать информацию, так, теперь самый главный вопрос, а я здесь для чего? А вы будете, в принципе, контролировать этот процесс, и, в принципе, мы хотим в дальнейшем все-таки масштабируемся, и нам нужен как раз офис в вашем регионе, то есть у вас будут запросы, будет работа, с вашего региона также будут приходить запросы, вы их будете отрабатывать. Онлайн-формат мы придумали для того, чтобы, как я говорю, опять же, сделать мягкий старт для тех, кто в дальнейшем хочет открыть полноценную франшизу, ну, купить именно полноценную франшизу, потому что все равно мы понимаем, что не у всех хватает денег, а амбиции очень много у многих людей. Правильно я понимаю. Моя функция заключается в том, чтобы открыть некий офис, в котором будут сидеть менеджеры, которых вы наймете, обучите и так далее, и просто я буду контролировать, чтобы они в носу не ковырялись, а занимались работой. Правильно? Ну да, в принципе, и также, то есть финансовая часть, и... А какая разница, где эти... Извиняюсь, не могу выговорить. Вот эти специалисты, где они сидят? У меня, допустим, в Мурманске сидят в офисе, или у вас в офисе сидят. Ради бога, сделайте колл-центр, и пускай туда тысячу звонков идет, и вот они сидят и обрабатывают. Я немножечко не понимаю функцию свою, понимаете? Ну, вы, в принципе, понимаете, что такое франшиза? Что такое франшиза, я понимаю. Я не понимаю свою функцию в этой франшизе, понимаете? Этот бизнес, который вы предлагаете, он, в принципе, не ведется из офиса. Никто в офисы для создания сайтов не обращается. Ну, может быть, там какие-то большие очень корпорации, которые хотят вживую увидеть, я не знаю, фирму, чтобы прежде чем заключить договор на несколько миллионов, условно говоря, долларов, да, они хотят увидеть офис, там, солидность, там, какой-то портфолио и тому подобное. Большинству организаций, как бы, достаточно пообщаться онлайн, чтобы, как бы, определить, там, показать, посмотреть какие-то работы, какие-то примеры и тому подобное, все, и онлайн все заключить, получить вот этот продукт. Я не понимаю просто. Я не понимаю продажу вашей продукции через меня. Ну, по сути, мы хотим просто сейчас часть ответственности делегировать и, помимо этого, масштабироваться. То есть у нас... Так масштабируйтесь, пожалуйста, у вас там, не знаю, где там вы находитесь, в Иваново, там, в Новгороде, пожалуйста, делайте там большой колл-центр, сажайте туда 300, там, 400 менеджеров, которые будут под присмотром какого-то конкретного руководителя, там, наймите его, все, он будет ходить, это контролировать. Какая разница, будут они сидеть у меня здесь, в Мурманске, и что я там буду контролировать, как человек, не соображающий в этих делах? Либо это будет у вас там уже организовано, чтобы, так говорится, ну, чем больше масштабы, тем меньше в итоге затрат у вас будут. Одно дело, я один контролирую четырех человек, либо один человек контролирует сорок человек. Ну, смотрите, мы все-таки, я говорю, мы хотим масштабироваться, то есть мы хотим быть во всех городах. Так, я еще раз говорю, ко мне в офис кто-то будет приходить из клиентов, что ли? Я ничего не могу понять. Какая разница, где находится ваш офис? Он может хоть на Канарах находиться. Если в офис никто не приходит, так никто не будет знать про вашу фирму. Вы о своей фирме будете рассказывать в интернете, и клиенты вас будут находить через интернет, они, идя по улице, увидят какую-то вывеску, придут в офис и начнут задавать вопросы. Да никому это не интересно, и это просто в трубу вылетит, чтобы снимать где-то в центре города какой-то офис, чтобы посадить туда четыре менеджера, еще их контролировать, потом вот это... Я немножко не понимаю. Вы либо что-то сами не понимаете, не можете объяснить, либо тут какая-то схема страдает. Ну, это, по большей части, я вот то, что вам говорю, это я владею, это моя вся информация. Если поподробнее, это можно узнать уже непосредственно руководителя. Понятно. Ну, давайте тогда, Илья, сделаем так, чтобы если руководитель сможет до меня донести более подробную информацию, моя суть какая, потому что я не вижу свою функцию в вашем бизнесе, просто не вижу. Опять, давайте я повторюсь то, что я услышал. У вас есть некая компания, которая занимается созданием сайтов, вы хотите масштабироваться, у вас бизнес процветает, все успешно, но вы хотите нанять еще специалистов, чтобы я их контролировал. Они будут, значит, обрабатывать ваши заявки, значит, вы этих специалистов, естественно, будете обучать, там что-то как-то, ну, и дальше будут там создаваться какие-то сайты, все. Я здесь вот свою личную функцию я не понимаю. Чтобы это купить, еще каждый месяц платить, ну, по франшизе, да, в чем моя выгода? Ну, вы с этого заработаете. Я заработаю? Хорошо, а в этом месте поподробнее, на чем я заработаю? Ну, с тех же создания сайтов, с тех же... Так не я сайты буду создавать. Создавать сайты-то будете вы, и вы их будете продавать по ценам, которые менеджеры будут говорить, которых вы наняли и обучили. Ну, смотрите, мне сложно что-то либо сказать по этому вопросу. Почему? Ну, я просто элементарно не владею такой информацией, то есть... Не, ну вы сами логически подумайте, если ваши специалисты обрабатывают ваши заявки, передают работу вашим же программистам, там, дизайнерам, вы это все делаете, я здесь свою функцию немножко понять не могу, и я еще при этом должен вам платить каждый месяц за то, что, за то, что, не знаю за что, вот просто за то, что я здесь рядышком с вами постою, понимаете? Даже не мне будут платить, а я должен вам каждый месяц платить за то, что ваши специалисты будут обрабатывать ваши заявки. Это даже не мои специалисты, понимаете? Это даже не мои заявки, это, ну, я вообще здесь не пришей рукав. Но я каждый месяц должен вам платить, причем, чтобы открыть этот бизнес, я вам должен еще какие-то деньги заплатить. Так а в чем суть-то моя? Где я буду деньги зарабатывать? Я вообще-то думал, что мне должны были платить хотя бы за то, что я буду ваших менеджеров контролировать, а получается, что нет. Ну, почему? Я же сказал, что вы будете получать с этого деньги. С чего деньги буду получать? С сотрудников. Как я буду с сотрудников получать деньги? Хорошо, зарплату сотрудникам кто будет платить? Это я, ну, вы, получается. Классно. Ну, имеется в виду, у вас есть сотрудники два, с которых вы получаете прибыль. То есть тех сотрудников, которых вы нашли, которых вы обучили, которые будут работать на вас, обрабатывать ваши заявки, я им буду платить зарплату. При этом я буду платить вот эти ройалти, вот эти все вам отчисления. А где доход, где источник, на чем я буду зарабатывать? Я не могу врубиться. Илья, вы что-то ведет, не договариваете. Поток денежной массы, с какой стороны в мой карман идет? Я не могу понять. В мой карман. То есть я должен арендовать офис, сумасшедшие деньги. Я должен нанять работников, платить им зарплату, сумасшедшие деньги. Это все пока что затраты. Я должен вам каждый месяц перечислять деньги за то, что, кажется, я вот с вами работаю. А где теперь прибыль-то моя? Где доход-то? Откуда я буду получать? Ну, я только что сказал, вы будете получать запросы. То есть это я уже непосредственно больше к финальной стадии вы как раз все узнаете. Подожди, запросы будут получать ваши там вот эти системы, которые там вот эти формы размещают, и клиенты по ним переходят к вам. Вы получаете эти запросы, перекидываете вашим менеджерам, ну, в кавычках, моим менеджерам, которые будут по тому, как вы их научили, обрабатывать эти ваши заявки и заключать будете вы напрямую договора. Либо я буду заключать напрямую договора. Вот, может быть, здесь какой-то секрет. Ну, вы будете, в принципе, заключать договора с клиентами. А, то есть вот эта заявка, которая пришла моим специалистам, они ее обработали, и я буду ставить свою подпись, что вот за 200 тысяч, условно говоря, я делаю там такой-то сайт. И ставлю свою подпись, и подписываюсь под этим делом, что вот я несу ответственность. А если этот сайт будет стоить 1 миллион рублей, понимаете, а я заключил на 200 тысяч, я потом попадаю, ну, в неприятную ситуацию. Ну, потому что менеджера, которого вы обучили, он по каким-то шаблонам определил, что будет стоимость вот этого договора по созданию сайта 200 тысяч рублей, а по факту потом выясняется, что 1 миллион рублей. А подпись-то моя стоит, я же договор заключил, я же не специалист, я не знаю. И как вы обучали моих менеджеров, я тоже не знаю, понимаете. И они могут там что угодно подоговориться, подозаключать, понимаете. Почему я должен подпись ставить под договором, за который я не отвечаю. Я не создаю эти сайты, я ни за что не отвечаю, но подпись будет моя, правильно. Ну, почему за сотрудников, которые будут работать с вами. Ну, сотрудник же будет работать, он не отвечает за действия организации. Так понимаю, я создам какую-то ООО, правильно. Ну, или будет ИП, то есть я буду как ответственный человек, который будет нести всю ответственность, вплоть до уголовной, да. Ну, смотрите, давайте просто не будем тратить друг другу времени, и все-таки, если нет-нет, да-да. Так, Илья, вы же позвонили для того, чтобы мне предложить какой-то вариант сотрудничества. Но вы же мне его не предлагаете. Вы говорите, что я вам даже рассказывать ничего не буду. Я вам две схемы вот так на словах коротко скажу. Вот, либо вы платите такую сумму, либо побольше суммы. Какую сумму вы хотите мне заплатить? Я вас спрашиваю, так вы хотя бы расскажите про вашу схему, за что я вам должен заплатить деньги. Вы начинаете рассказывать, я пока что не услышал ни одного слова. И теперь вы говорите, что, ой, ну если мы там друг другу, условно говоря, не понимаем, тогда, может быть, и не стоит разговаривать. Так, может быть, вам надо разобраться все-таки, прежде чем звонить к потенциальным вашим клиентам, которые будут с вами заключать соответствующие договора на франшизу, на эту, да? Как-то, может быть, их просвещать в вашу тему? Угу. Ну, хорошо тогда, в следующий раз учту. Всего хорошего тогда, Илья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...